Алла Клименко Алла Клименко Алла Клименко но продолжаем переносить. В один момент все, о чем я говорю, все тренинги, которые веду, я все попробовала на себе. И темы, собственно, для меня важные, потому что я точно также, как и, наверное, большинство здесь в этом зале, в какой-то момент честно себе призналась в том, что я завтра «мен», и в том, что я действительно настоящий супергерой, который говорит, что все будет обязательно сделано, обязательно, но завтра. И в какой-то момент я честно себе призналась, «Окей, это я, и это про меня, и что теперь можно делать, чтобы было по-другому». И, наверное, это первый этап, сказать себе честно, что это действительно меня касается. Сегодня у меня есть три основные цели, которые я хочу, чтобы мы с вами прошли. И цель номер один — это помочь вам сделать первый шаг. И для меня самое важное, знаете, даже, наверное, не замотивировать вас что-либо делать, а вдохновить. Потому что между мотивацией и вдохновением есть разница. И разница в том, что мотивация чаще всего — это от мозга. Мозг нам дает энергию, и мы тогда становимся мотивированными. Или пугаемся чего-то, и получаем энергию мотивации от, и начинаем от чего-то убегать и быстро делать. Или, наоборот, идем к чему-то вот к светлому будущему. Идем к нему, но это все от мозга. Моя задача сегодня — пробудить ваше сердце. Чтобы вам захотелось, вот вы вдохновились и сказали, все, я по-другому просто жить не хочу. Момент номер два — создать позитивные изменения в вашей жизни. Я все-таки тренер по счастью. Одна из любимых моих тем — это, конечно же, позитивное мышление. И мы об этом обязательно сегодня поговорим, потому что позитивное мышление — это основа основ вообще всего, любого. Интересно, что большинство людей же считает, что для того, чтобы стать счастливым, необходимо стать богатым. То есть мы всегда говорим, вот есть успех, у меня есть какие-то шаги, а вот после того, как буду успешный, буду счастливой. На самом деле все абсолютно наоборот. Счастливые люди, ну, в средней эта статистика такая, зарабатывают на один миллион долларов больше за жизнь, чем несчастливые люди. Соответственно, в состоянии счастья хочется по-другому работать, в состоянии счастья хочется просыпаться, горят глаза, тебе хочется бежать, тебе хочется есть здоровую еду, тебе хочется работать. И ты делаешь это очень сильно вдохновенно. Поэтому моя задача сегодня — вдохновить вас. Ну и, конечно, момент номер три — весело провести время. С тренером по счастью, думаю, не может быть скучно. Я буду не раз указывать пальцами и так немного говорить о мобильных телефонах, в которых мы сидим. Но вы сейчас сами об этом послушайте, о компьютерах, о том, как мы постоянно находимся вот в состоянии зомби, постоянно ленту Фейсбука еще раскрутнуть, Инстаграм, кому-то написать, СМС-ку. Все, вся жизнь проходит мимо нас. Проходит мимо, проходит мимо, проходит мимо. В общем, понятно. У меня есть три цели, и я очень сильно надеюсь, что там за ближайший час мы с вами их достигнем. У меня есть три основных правила, которые я попрошу вас следовать. Вообще круто было бы, что этим правилам вы следовали всю свою жизнь, потому что это действительно правила, которые помогут вам достичь, ну, то есть помогут вам из точки А попасть в точку Б, от места, где вы есть, туда, где вы хотите на самом деле быть. Но на сегодняшнем тренинге это очень сильно важно. Для меня очень важно, чтобы у нас или у вас получалось выходить из зоны комфорта. Это пункт номер один. Что такое зона комфорта? Мы все про нее знаем. Мало того, сейчас у нас столько информации. В Фейсбуке, в ленте мы каждый день находим информацию относительно того, что мы находимся в зоне комфорта. Все наши мечты находятся вне зоны комфорта. Выходите, выходите, выходите из зоны комфорта. Но мы продолжаем там сидеть. Как минимум то, что мы заходим в Фейсбук по 200 раз на день. Как минимум то, что мы постоянно делаем одно и то же, одной и той же дорогой. Ездим на работу, надеваем одну и ту же одежду в тех же цветах, тех же фасонов. Встречаемся с теми же людьми. Ездим в одни и те же места отдыхать. Едим одну и ту же еду. Говорит о том, что мы находимся в зоне комфорта. Сегодня на протяжении часа ближайшего хотя бы, я прошу вас, выходите из зоны комфорта. Я не буду сегодня говорящей головой. Не буду говорить весь час. Я буду просить вас сразу делать какие-то шаги. И когда вы их будете делать, вам придется, скорее всего, что-то делать по-другому. Для кого-то может вообще новость какая-то. Ходить по залу, с кем-то знакомиться, что-то делать. Ох, кошмар, но я попрошу вас делать по-другому. Потому что очень странно. Ожидать каких-то других результатов, делая одно и то же. Все знания, умения, прочитанные книги, то, что вы уже знаете, тренинги, которые вы прошли, все, что вы сделали, сейчас привели вас к тем результатам, которые у вас есть. Если вы хотите других результатов, вы должны что-то делать по-другому. По-другому просто не может быть. Пункт номер два. Будьте как чистый лист. Повторю, что я начинала, ну вот я уже вам говорила сегодня, что мы сейчас живем в информационной эре. У нас столько много информации. У нас, открой любой сайт, 26 способов найти любимое дело, 42 способа уволиться с работы, 360 способов быть счастливым, 27 найти любимого мужа, 37 от него избавиться. Информации миллион. Мы знаем все. И мало того, мы очень часто это читаем. Мы это читаем, читаем, читаем. И благодаря тому, что читаем, мы это все знаем. Правда? Ну вот вы много знаете. Вы знаете про позитивное мышление. Вы знаете очень много вещей, о которых я буду сегодня говорить. Но есть огромная пропасть между тем, что мы знаем и тем, что мы осознаем. Мы все знаем, как важно по утрам заниматься спортом. Как важно рано вставать. Как важно есть здоровую еду. Как не полезно курить. Ну правда, мы это знаем. Мы знаем, как важен тайм-менеджмент. Мы знаем, как важно за собой следить. Мы очень много всего знаем. Но иногда наступает такой момент, который мы вот в тренингах называем инсайт. Как какое-то, не знаю, как прозрение. Когда ты что-то действительно понимаешь и больше не можешь по-другому. Так вот моя задача сегодня сделать так, чтобы вы получили как можно больше таких инсайтов. Но есть одно но. Мне нужна ваша помощь. Если вы будете с полным стаканом, да, вот представьте, полный стакан, наполненный водой, в который невозможно больше ничего долить. Я не смогу туда вам ничего долить. Если вы будете как чистый лист, хотя бы в ближайший час, попробуйте услышать то, что я говорю по-другому, вполне возможно, вы получите эти осознания, о которых я говорю. Ну и третий пункт для моих любимых скептиков, которые однозначно сюда пришли. Они тут сидят. Так всегда. Но вы здесь. И это класс. Поэтому я спрошу, просто поверьте. Ближайший час просто для того, чтобы, ну, поиграйте в такую игру, что ли, подыграйте нам. Многие пришли сюда развиваться. Они будут слушать, они будут делать задания. Просто подыграйте им. И через час вы для себя просто решите. Понравилось, я буду это использовать. Не понравилось, использовать не буду никогда. Но, по крайней мере, попробовать мы можем. Готовы? Окей. Тогда для вас первое задание. Вам нужно сейчас познакомиться между собой. У нас для этого будет две минуты. И во время знакомства нужно сказать три вещи. Привет, как меня зовут? Ну, то есть, привет, меня зовут Алла, я из Киева. От этого семинара я ожидаю, например, ожидаю там получить вдохновение, или ожидаю получить мотивацию, или ожидаю изменить свою жизнь раз и навсегда, или, ну, не знаю, какие-то у вас цели, что вы ожидаете от этого семинара. И пункт номер три, что же вы все-таки откладываете на потом. Учитывая, что у нас есть правило выходить из зоны комфорта, пожалуйста, не знакомьтесь с людьми, с которыми вы пришли. Пожалуйста. Уже большинство людей именно с этого и начинает. Я сяду и буду две минуты знакомиться с человеком, с которым пришел, чтобы не дай бог меня никто не дернул. Окей? Две минуты. Познакомьтесь как можно с большим количеством людей, рассказав всего лишь три вещи о себе. Как вас зовут, чего вы ожидаете от этого семинара, и что же вы откладываете на завтра. Поехали. Две минуты. Привет, меня зовут Вадим. И я алкоголик. Из Москвы. И я алкоголик из Москвы. Нет, я этого семинара не прозрачу, и не дал. Нет, я знаю. Это все, что есть на сегодняшний день. Да, я же. Он работает? Он работает? А познакомиться вот так же тоже можно? Да. Я говорю, так же тоже можно познакомиться? Сейчас все пока. Отлично, пошел дальше. Нет, все разговаривают, так вот он с соседями познакомится. Да. Да. Просто остановили. Остановили. Я себя не могу остановить. Я хотел, что с камерой. Я хотел познакомиться. Привет всем, меня зовут Денис. Я не знал просто больше другого способа. Ну да, я так делаю всегда. Каждый раз прихожу, беру микрофон и говорю, что привет, меня зовут Денис. От этого семинара я уже получил все, что хотел, и получил много эмоций, много информации. А откладываю на завтра, наверное, что применение этой информации. Спасибо. У нас одна минута остается. ХП. ХП. Нормально. Я бы не сказал, что мы были. Отлично. Поблагодарите друг друга аплодисментами, пожалуйста. Похлопайте. Я всегда обожаю очень маленькие упражнения на тренингах, потому что... Давайте присядем, пожалуйста. Ребята, присаживаемся, мы уже закончили. Я обожаю маленькие упражнения на тренингах, хотя бы потому, что самое маленькое упражнение 2 минуты показывает нам целую стратегию того, как мы живем. Потому что как мы делаем что-то одно, так мы в жизни делаем все. Как мы делаем что-то одно, точно так же в жизни мы делаем все. Есть люди, которые не двинулись с места. Они пришли на тренинг, они хотят менять свою жизнь. Они хотят перестать откладывать на потом, но они не двинулись с места, ничего не сделали. Они продолжали сидеть в компьютере, продолжали сидеть в телефоне, они ни с кем не познакомились. Есть люди, которые за 2 минуты находят отличное знакомство на тренингах. Реально. Они находят себе партнеров, друзей, коллег. Они знакомятся, у них происходят изменения в жизни. Есть люди, которые не делают ничего. Соответственно, это ни плохо, ни хорошо. Ваша стратегия по жизни работает так или иначе. Все отлично с вами. Вы сюда приехали, сидите, развивайтесь, все окей. Если хотите другие результаты, придется что-то делать по-другому. Не может быть. Ну, то есть вы получаете то, что вы сидите на месте, вы ничего не делаете. Есть люди, которые бегали по залу, знакомились. Есть те, которые не сделали ничего. Но если вы уже здесь, есть смысл, мне кажется, по крайней мере, что-то делать. Я могу только вам предложить на самом деле. Поэтому я хочу вас вдохновить. Давайте дальше будут еще упражнения. Старайтесь делать что-то по-другому. Не используйте свою обычную стратегию. Потому что обычная стратегия дает те результаты, которые вы получаете. Итак, по статистике. 3% идей доходят до этапа действия. Люди придумывают, 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 но ничего не делают. Мало того, есть такая статистика. Знаете, после какого раза люди руки опускают? До первого. Не начинают делать ничего. Вообще ничего не начинают делать. Есть такая неофициальная статистика, что одна и та же идея приходит приблизительно 15 людям в мире в один и тот же момент. Почему? Опять же такие, потому что никто ничего не делает. Мы увидели с вами, как это работает. Я даю задание, вы сюда пришли, вы хотите что-то поменять, и вы ничего не делаете. Точно так же и люди. У кого было такое, дайте мне знать. Когда вы идете, видите какой-то товар, услугу, вывеску, картинку, все что угодно. А вы это придумали. Книгу. Или что-нибудь. Вы это придумали, это ваша идея, господи. Это вы ее придумали. Это что-то очень классное. Это была моя идея. Это была моя идея. Но на самом деле ее сделал кто-то другой. Потому что кто-то другой начал делать, а вы нет. И это очень классно. Понимаете? Есть одно большое слово, огромное. Вот если бы мне сейчас сказали, Алла, закончи эту презентацию прямо сейчас и скажи им одно слово. Одно. Я бы сказала, это слово осознанность. Когда я поднимаю уровень своей осознанности и говорю, а что я делаю прямо сейчас? А к чему меня это приведет? А какие мои результаты? А чего я хочу? Поднимаем уровень осознанности. Мы идем и видим, кто-то это сделал, почему это не сделал я? Что я могу сделать, чтобы у меня были мои результаты? 79% людей ставят цели в новогоднюю ночь. Классная статистика, но для меня, мне кажется, она такая большая только потому, что сюда зачислены те цели, которые люди пишут, пишут и сжигают в шампанском. Знаете, мне кажется, они здесь, потому что большинство людей вообще такого не любят делать, как мне кажется, как я вижу. И 6% людей всего лишь достигают эти цели. Почему так происходит? Давайте поймем. Все на самом деле очень сильно просто. Мы живем на автопилоте. 90% времени мы делаем одно и то же. Мы, как я уже 2000 раз сегодня говорю, сидим в своих гаджетах, мы прямо сейчас можем увидеть. Кто-то просматривает фотографии, кто-то с кем-то разговаривает, кто-то просто находится в своем внутреннем диалоге. У нас у каждого есть внутренний диалог в голове, мы его постоянно ведем. Если вы сейчас думаете, господи, какой внутренний диалог, о чем ты говоришь, это он и есть на самом деле. Да у меня нет его, что он и говорит. Это и есть ваш внутренний диалог, он идет постоянно. Мы находимся в своем трансе. Из этого транса нужно постоянно выходить. Это и есть то слово осознанность. Мы постоянно находимся в трансе. 24 часа в сутки мы о чем-то думаем, куда-то идем. Мы не находимся в настоящем моменте, не задаем себе вопросы. Мы постоянно находимся в трансе. Интересно, что есть два момента, как из этого сна можно выйти. Первый мы называем звоночек, второй мы называем джекпот. Так вот этот звоночек, он хоть и назван так миленько. Звоночек, он на самом деле целый звонок. Значит, что такое звоночник? Звоночек увольнения с работы, развод, болезнь, не дай бог. Что еще может быть звоночком? 20 лишних килограмм, неведомо откуда, большой живот, ужасное здоровье или ужасная кожа. Вот что такое звоночек. Мы получаем этот звоночек, говорим, так, одну минутку. Проснулся. Да, у кого было такое, дайте знать. Что-то произошло такое в жизни, ну, не очень окей, да, не очень классно. И мы раз и проснулись, спасибо большое. И мы проснулись, говорим, так, все, так не будет. Все, все, так не будет. Девочки начинают худеть, мальчики начинают зарабатывать. Мы что происходит? Мы просыпаемся. Ну, правда, это смешно, потому что это правда. Мы просыпаемся, слава богу, мы просыпаемся. Можно получать джекпот. Что такое джекпот? Это тренинги, это книги, это вопросы к себе, это коучинг, это саморазвитие, это осознанность. Вот что такое джекпот. Вместо того, чтобы получать звоночек, давайте выбирать, получать джекпот. Мы можем это делать. Для этого не нужно, я не к тому говорю, что все, приходите на тренинги все. Нет, читайте книги. Сами собой занимайтесь, задавайте себе вопросы, поднимайте уровень своей осознанности, но просыпайтесь. Мы просыпаемся. Это и есть выход из зоны комфорта. Почему мы любим путешествовать? Знаете почему? Потому что мы просыпаемся, потому что все новое, мозг по-другому работает. Хорошо. Ловушки. Можно их один раз сфотографировать. Мы пройдемся сейчас очень быстро по каждой из них, что, собственно, нас останавливает, почему у нас не получается достигать наших целей. А потом некоторые из них мы рассмотрим детальнее и сделаем некоторые упражнения. Но давайте пройдемся по каждой из них. Момент номер один. Неопределенность. Самая главная ловушка, в которую мы попадаем. Большинство людей не знают, чего хотят. Не знают, что им интересно. Не знают, к чему они стремятся. Не знают своих ценностей. Не знают своих сильных сторон. Не знают своих талантов. Не ценят свои успехи. Ничего не знают о себе. Не знают и не хотят знать. Не, может, они и хотят знать, но ничего не хотят для этого делать, как обычно. Неопределенность не дает нам возможности двигаться вперед. Когда у вас есть цель, вы знаете, для чего вы делаете то, что делаете каждый день. Мало того, чем глобальнее ваша цель, тем больше энергии и сил вы на нее получаете. Когда-то, наверное, это было лет 7 назад, мы привозили в Киев тренера. Его зовут Джим Банч, американский тренер, миллионер. И, учитывая, что мы его привозили, естественно, я там его везде возила, ходила с ним по ресторанам. И вот, значит, я с ним сижу обеду, он мне говорит, хорошо, Алла, скажи, а какие у тебя цели на 30 лет? Я говорю, что ты говоришь, у нас, типа, 13 лет, я, может, английский плохо понимаю, 13 лет. Он говорит, 30 лет, какие у тебя цели? Я говорю, у меня нет цели на 30 лет. Может, окей, на 20. Я говорю, на 10 лет какие цели? На 5? На год. Я говорю, ну, на год, да, вот такие, вот, слушай, класс. Вот это могу тебе рассказать. Он говорит, Алла, поставь глобальные цели, пойми, к чему ты идешь. Ты достигнешь их раньше, но ты пойми, к чему ты идешь. Какие изменения в мире ты хочешь видеть через 30 лет? Какие изменения ты хочешь видеть? И мы сразу думаем, ну, вот я хочу мир во всем мире. Ну, я хочу найти там такое-то лекарство. Я хочу, чтобы все люди были счастливые. Я хочу, чтобы там, чтобы много зарабатывать. У меня вот такие глобальные цели. Ну, я не знаю, как это делать. И тогда отличный вопрос. Как я сегодня прямо мелкими шагами могу делать то, чтобы через 30 лет к этому прийти? Тысячу ответов на этот вопрос. Есть ответы на этот вопрос? Мы просто их себе не задаем. Пункт номер два. Несерьезность намерений. Ну, это вообще мое самое любимое. Люди говорят, да, 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 я обязательно буду богатым. Обязательно. Ну, вот точно. Класс. Что сегодня делаешь вечером? Там, что, иду в боулинг. Там, ну, давай, может быть, поедем куда-то, поучимся. Да, нет, не могу. Ну, типа, серьезно, давай отдохнем, нам нужно отдыхать. Несерьезность намерений. Люди не хотят напрягаться, не хотят напрягаться. У меня есть коучинговые клиенты, с которыми я работаю. Отличные люди, отличные ребята. Я знаю их возможности, знаю их потенциал. Они могут изменить мир. Они могут достичь вообще всего, чего они хотят. Иначе, о, боже, это так сложно. Не, не смогу. О, это так сложно. Несерьезность намерений. Это то, что не дает нам возможности двигаться вперед. Не то время. Вообще любимая тема. Не то время. Только не сейчас. Курс доллара. Лето. Не сезон. Ну, ясно. Ну, не то время. Это понятно. Только в кризис одни люди почему-то процветают, а другие есть такие люди, которые даже заканчивают жизнь самоубийством. Почему? Мы тоже с вами об этом поговорим. Нежелание проходить сложные этапы работы над собой. Ну, вообще мой любимый момент. Значит, прошлым летом я похудела на 10 килограмм. Естественно, все мои подруги сразу ко мне. Алла, Алла, расскажи, расскажи. Ну, у меня был ребенок, я его кормила. Соответственно, у меня был лишний вес. И после этого, когда я от него избавилась, все говорит, расскажи, как ты это сделал. Ну, нет же, от лишнего веса. И вот, значит, когда я, когда, собственно, у меня получилось это сделать, все мне начали спрашивать. Алла, как ты это сделала? Расскажи. Я говорю, ну, все, очень классно, расскажу. Каждый день ходила на тренировки на 7 утра. Каждый день. Кроме того, значит, я ходила на пилатес, на такой-то массаж. Я правильно питалась. Я все говорят, ну, стоп, стоп, стоп. Таблетки принимала какие-то? Я говорю, нет. А, да, волшебная таблетка счастья. Таблетку принимала? Говорю, нет, не принимала. Ну, типа, какой-то массажист, может, у тебя есть, который там все решает быстро. Я говорю, нет, нет, это очень много работы нужно. Нет, мне это не подходит. Сто и ста процентов людей отвечало, мне это не подходит. Потому что для этого надо напрягаться. Соответственно, вот это очень важный момент. Нежелание проходить сложные этапы работы над собой. Это у меня? Да, у вас летело сзади. Окей. Прости, я буду аккуратна, мне сейчас помогут ребята. Ожидание совершенства. Один из очень важных моментов, который в Америке даже назвали, знаете, как паралич анализа. Ожидание совершенства. Когда мы считаем, что нам нужно еще немного узнать, сделать, доделать, приделать, почитать. Чего? Чего вы? Все, окей. Нет, ну на самом деле вы сейчас сильно расстроитесь. У нас 40 минут осталось, даже меньше. 38 минут. Будет очень интересно. А мы… Окей, все нормально. Спасибо. Да? Да? Окей. Все, я туда не буду двигаться. Давайте я не буду двигаться. Итак, ожидание совершенства чаще всего не дает нам возможности двигаться дальше. Есть у меня любимая фраза, да? Лучше идеально, но никогда, чем кое-как, но сейчас. Лучше идеально, но никогда. Мы выбираем идеально, но никогда, чем кое-как, но сейчас. Блин, это не получится, я не могу. Делаем, получаем обратную связь и делаем по-другому. Делаем, получаем обратную связь и делаем по-другому. Сделайте, получите обратную связь. Что сработало, что не сработало. и делайте следующие шаги. Мы очень много думаем вместо того, чтобы делать. Сегодня сделаем крутое упражнение, которое вас очень сильно в этом поддержит. Я очень надеюсь. Желание справиться со всеми проблемами в одиночку. Для меня это когда-то стала такая обычная фраза, но она стала для меня ключевой. Мы хотим все сделать сами. Мы ставим глобальные цели, огромные цели и хотим их сами сделать. Мы никогда не думаем, что мы можем взять команду поддержки или взять... Идти к вам? Мы не думаем о том, что мы можем взять крутую команду поддержки или мы можем взять помощницу, которая может сделать эти вещи, которые вы постоянно откладываете, на которые у вас нет сил. Вы глобальный человек, вы хотите другими делами заниматься. Мы можем взять команду поддержки, людей, которые нам помогут. Мы сегодня будем говорить об окружении, будем говорить о команде поддержки. Кроме того, большинство людей, когда я говорю, есть люди, которые сделали уже то, что вы хотите сделать. Их много. Пойдите и спросите, как они это сделали. Никто не хочет спросить. Нет, я сам. Нет, я сам. Пойди спроси, есть люди, которые это сделали. Они поделятся. Большинство успешных людей, классных, успешных, делятся своими секретами. И я знаю, многие сейчас сидят и думают, да ну, никто не поделится. Делятся. И это правда, просто попробуйте. Зацикливание на неудачах. Сделаем сегодня классное упражнение. И как раз про Тома и Эдисона немного поговорим относительно того, что есть смысл продолжать делать, даже когда вам очень, когда не получается. Не получается один раз, не получается два, не получается десять. У Эдисона знаете, сколько не получилось раз? Десять тысяч. Ну, я слышала такое. Десять тысяч раз не получилось у него и потом получилось. Отсутствие запасных вариантов. Очень часто, когда у нас есть с вами план А, и план А не сработал. То есть мы хотели, чтобы все было вот так, но на самом деле все не так. То есть у нас была своя цель, и мы хотим достичь именно вот так. Но так не получается, к сожалению. Мы что делаем? Опускаем руки. Я вам расскажу, какие есть у нас, какие в самом конце расскажу маленькие, мелкие шаги, которые помогут, такие психологические уловки, которые помогут продолжать делать эти дела. Превращение ошибок в работе над собой в полный отказ от своих намерений. Об этом тоже поговорим. Ну и самое последнее, это, конечно же, разрушающее окружение. Снимаем? Разрушающее окружение – это то, что, конечно же, влияет на нас постоянно. Не стоит ожидать, пожалуйста, что вам захочется бегать по утрам, бежать 10 километров. Если все ваши друзья гуляли вчера до двух часов ночи, курили кальян, пили винишко или пивко, я не знаю, у кого какие там планы и какие друзья, не ожидайте, что вам захочется бежать 10 километров. Но ожидайте, что вам захочется бежать 10 километров, если ваши друзья ведут здоровый образ жизни. И каждый день они бегают. И каждый день они превосходят себя. Рано или поздно вы начнете за ними повторять. Почему? Мы тоже сегодня поговорим. Потому что мы с вами являемся средним арифметическим пяти людей, с которыми больше всего проводим времени. Мы среднее арифметическое пяти людей, с которыми мы больше всего проводим времени. Мы перенимаем их навыки. Мы перенимаем их умение, не знаю, думать, мыслить, рисковать. Поэтому это очень важный момент, но мы с вами отдельно об этом поговорим. Секрет номер один, которым я хочу с вами поделиться. Обратите внимание на этой картинке. Ну, по крайней мере, мы пытались изобразить человека, который прыгает через пропасть. Видно, нет? Ну, представьте, что он прыгает через пропасть, если вам на это не похоже. Основной секрет этого слайда и вообще этого пункта в том, что перепрыгнуть пропасть на 99% невозможно. Если ты прыгнешь на 99%, естественно, ты упадешь вниз. Никогда мы эту метафору почему-то не применяем к нашей жизни. Когда вы начинаете делать любое дело, давайте возьмем, не знаю, бег, возьмем отдых, возьмем работу, рабочий день, разговор, собраем все, что угодно. Вы когда-нибудь думаете, на сколько процентов из того, что вы можете делать, вы делаете то или иное дело? Мы не задаем себе вопрос. А ведь мы не долетаем. Чаще всего мы просто не долетаем, просто не доделываем. Нет сил, нет энергии, нет желания. Ну, как-то вообще просто об этом не подумали. Представьте себе рабочий день на 100. Прыгнуть и долететь. Прыгнуть и перепрыгнуть. Представьте себе отдых на 100%. Представьте себе день рождения на 100%. Потому что очень часто, что такое 99%? Почему пишу 99% очень сложно, а 100% пустяк? Да потому что 99% это куча работы. Ну, давайте возьмем день рождения как пример. 99% деньги потратили, людей пригласили, время потратили, подумали, ну, чуть-чуть не доделали. Ну, не продумали, не знаю, как там будет коммуникация, что будем делать. Все произошло. Есть результат, результата нет. Вы недовольны. Ну, не понравилось, потому что все разбились кучками, сидели, занимались своими делами. Может ли быть по-другому? Может быть. Мы просто не доделываем, вот и все. Тысячу вещей не доделываем. Если сделать на 100%, результат будет 100%. Он будет. Если сделать на 99%, не будет результата. И не будет никаких сил делать снова. Это понятно. Потому что я очень много делаю, я трачу очень много времени. Я правда трачу очень много времени, но у меня нет результата, и мне это надоело. У меня не получается. А если попробовать взять и с первого раза сделать на 100%, вы точно убедитесь, что результат будет. Давайте поиграем в игру. Как-то загрустили немного. Возьмите руки свои, найдите на них, пожалуйста, вот такие горизонтальные линии. Смотрите, у всех есть такие линии. И руки тоже, слава богу, есть у всех. Как тренер по счастью, я сразу не могу сказать, что нужно сказать спасибо большое, что у меня есть руки. Никогда мы не говорим себе спасибо. И знаете, кстати, один из секретов заключается счастье в том, что если вы не умеете быть благодарным, вы никогда не сможете быть счастливым. Не люблю слов «никогда» и «всегда». То есть я их люблю, но редко употребляю. Но если правда вы не цените то, что есть в вашей жизни, счастье вам, к сожалению, не видать. Потому что мы всегда будем говорить, я буду счастлив, когда выйду замуж, заработаю миллион, куплю новую машину, у меня будет больше квартира, у меня родится ребенок, или когда я разведусь, или когда я уволюсь с работы, я буду счастлив, когда вот тогда вот где-то. Навык умения быть благодарным за то, что у вас есть прямо сейчас и делает вас счастливым. Это так, отступление небольшое. Так, возьмите руки, приложите вот эти линии горизонтальные одну к другой. Сделайте, как я. Одну на другую положите и соедините руки. Ну, у меня микрофона, у вас его нет. У вас ровно одна рука легла на другую. Некоторые люди, обратите внимание на то, что у вас одна рука больше другой. Просто увидите, одна рука, там пальцы длиннее, видите? Есть такие люди, у кого одна рука больше другой. Возьмите руку, которая меньше, поверните ее к себе и скажите ей четыре раза «стань больше, стань больше, стань больше». Давайте, вы обещали, выходите из зоны комфорта. Стань больше, стань больше, стань больше. Окей, соедините две руки с новой, посмотрите, что произошло. Смотрите, рука огромная, чтобы с огромной рукой не ходить, заберите и скажите ей «стань меньше, стань меньше, стань меньше». Не будем с такой рукой ходить. Окей, посмотрите, что произошло с рукой. У очень многих людей она, правда, стала меньше. Реально, следующий слайд в этой презентации был, когда маленький мальчик стоит и заглядывает в свои трусы. Но я подумала, тут некрасиво такое, люди все серьезные. Это работает только с руками, меня обычно спрашивают. Мы уже спросили. Уже спросили. Показали совсем. Да, и это правда работает со всем. Какая тема, конечно же, моя любимая – позитивное мышление. Дайте мне знать, кто смотрел фильм «Секрет», пожалуйста. Спасибо. Значит, в фильме «Секрет» нам очень много говорят о том, что есть позитивное мышление, и тебе стоит только представить, стоит что-то придумать, и это придется в твою жизнь. То есть чем больше ты мечтаешь, чем больше ты о чем-то думаешь, тем больше и больше это в твою жизнь притягивается, притягивается, притягивается. И я очень много обучаюсь в Америке. Несколько раз в год я туда летаю, и там действительно людям можно сказать, думай о хорошем, и все мечты сбудутся. Думай о хорошем, и ты притянешь это в свою жизнь. Как только начинают для наших людей говорить что-то приблизительно, думай о хорошем, все будет класс. Люди говорят, серьезно? Серьезно? Нам нужны объяснения, понимаете? Мы просто не верим в такие штуки. Нам нужно объяснения. Почему? Я начала в этом очень сильно копаться. Для меня действительно стало интересно, работает ли это на самом деле, можно ли это как-то доказать, связано ли это как-то с физиологией, как вообще это работает. Ну что за закон притяжения? Какой-то волшебный порошок, какая-то магия, или есть ли этому какая-то причина? И вы не поверите, она есть. Значит, ежедневно у нас в голове 70 тысяч мыслей. 70 тысяч мыслей в голове каждый день. 95% мыслей повторяются изо дня в день. Одно и то же. Мы думаем одно и то же. Помните вот эти вот зомби? Мы думаем об одном и том же. 95% каждый день одни и те же мысли. Хороший повод задать себе вопрос, осознанность. Помните? О чем я думаю? О чем мои 95%? Жизнь прекрасна. У меня все получится. Я замечательный человек. Меня окружают успешные люди. Все будет хорошо. Или это другие мысли? Потому что обычно у среднестатистического человека 80% мыслей негативные. Ну, это такая статистика. Да, возможно, здесь сидят вот другие люди, 20%, у кого все круто. Но обычно у среднестатистического человека 80% негативных мыслей. И так, смотрите. Каждую секунду в информационном пространстве 400 миллионов информационных единиц. О чем я сейчас говорю? Например, мы сидим с вами сейчас в зале. И можем видеть, что молодой человек вот проходит мимо. Кто-то смотрит на него. Камеры снимают. Кто-то встает. У кого-то мобильный телефон звонит. Кто-то смотрит в компьютер. Кто-то смотрит на свой бейдж. Кто-то смотрит на меня. Есть презентация, есть люстра. Очень много информации. 400 миллионов, я повторюсь, информационных единиц каждую секунду. Представьте себе, что наш мозг в состоянии принять 40 из них. Не может все. Может только 40. И каждый из нас видит свои 40. Что видит каждый из нас? То, на чем больше всего концентрирует свое внимание. Есть часть головного мозга, которая называется ретикулярная формация. И она за это отвечает. Ее основная задача – обратить ваше внимание на то, что вам больше всего интересно. Хотите черное БМВ? Вокруг все черные БМВ. Есть такое? Ну, может быть, вы другую машину хотите. Девочка хочет забеременеть, боится забеременеть, мечтает забеременеть, думает об этом. Что? Вокруг везде дети, реклама подгузников, беременная женщина. Так работает ретикулярная формация. Когда моему сыну было два года, для него очень важны были трактора. И вот мы где-то везде ездили, мы говорим, мама, трактор. Ну, не тлята, а он не мог трактор говорить тогда. И я начала их видеть везде. Вы не представляете, сколько в городе тракторов. Они везде. Но вы их не видите. Они важны для вас, вы их не замечаете. Но они есть. Когда-то я сидела со своей подругой, она была беременна, и она мне говорит, Алла, посмотри, сколько беременных женщин вокруг, они везде. Я говорю, Ксения, ты знаешь, что это ретикулярная формация. Она говорит, да, ну посмотри за этот стол. Я поворачиваюсь, там сидит четыре беременные женщины. И я всегда говорю, знаете, это как в матрице. Они раз и материализуются за секунду. Секунду назад в моей жизни, он заходит беременную, кстати. Секунду назад не было беременных женщин в моей жизни. Но это не значит, что не было там этих беременных женщин. Вы понимаете, к чему я говорю? Простите за такой приземленный пример. Но если вы думаете, что нет возможности заработать, вы ее не видите. Если вы не думаете, что жизнь прекрасна, что люди отличные, вокруг кучи классных, не знаю, клиентов, вокруг много людей, которых вас поддержать, вы не видите их, потому что ваш мозг не видит их. Для него важно другое, то, о чем вы думаете большинство своего времени. Давайте маленький эксперимент. Обратите внимание, пожалуйста, на все предметы синего цвета в этом зале. Обратите внимание на все предметы синего цвета в этом зале. Окей, закройте глаза. Закройте глаза. И назовите мне все зеленые предметы. Простите меня за эту уловку, но это к чему? Это к тому, чтобы вы поняли, пока мы ищем синий, мы не видим зеленый. Вот и все. Пока мы думаем, что все плохо, пока мы думаем, что кризис, пока мы думаем, что доллар большой, мы видим этому постоянное подтверждение. Мы видим этому постоянное подтверждение. Вы хотите купить презентер, вы будете смотреть на этот презентер, понимаете? Вы его увидите. Ни один человек в зале его больше не увидит. Это не важно ни для кого, вы увидите, потому что для вас важно. Тогда что, ну, основные планы, ну, какие у нас основные дела? Основные дела — изменить свой способ мышления, начать мыслить по-другому. Начать останавливать себя, когда вы думаете о плохом. Начать думать о хороших вещах. Прямо специально это делать. Я говорю, ну, и людьми говорят, это как ты хочешь, чтобы я сам себя кодировал теперь? Я говорю, да. Потому что если ты не будешь сам себя кодировать, что произойдет? Тебя будут кодировать другие люди. Тебя будут кодировать средства массовой информации. Тебя будут кодировать твои друзья, коллеги, не знаю, все кто угодно. И если это классные люди, которые точно круче тебя, на которых ты мечтаешь быть похожим, то это очень хорошо, они, правда, они все равно на нас влияют. А если нет, понятно, основная задача — это думать о хороших вещах, концентрироваться на том, что у нас получается, вместо того, чтобы концентрироваться на том, что у нас не получается. Вот такое у меня для вас задание. Найдите человека в зале, желательно незнакомого вам, выполняем правила выхода из зоны комфорта, и расскажите три истории о том, чего вы очень хотели достичь, и вам это удалось. Значит, что нужно сделать? Прямо сейчас, для того, чтобы не ходить по залу, мы сэкономили время, вы можете повернуться просто в другой ряд, но тогда можете перейти к незнакомому и рассказать три истории. Давайте прямо сейчас найдите пару, я дальше дам инструкцию, что делать. Прямо сейчас найдите пару незнакомого вам человека, желательно. Значит, в паре будет партнер А и партнер Б. Партнер А будет первым начинать рассказывать свои истории, и партнером А будет тот человек, у кого в паре длиннее волосы. У кого самые длинные волосы в паре, тот начинает. Поехали. У вас буквально две минуты на это упражнение. Путь больше, мы больше. Нет, там она как-то и нечего. Получается, пока работает. Дальше что? А история длинная? Нет, мы все три. Адже строят! Одна минута остается. Одна минута остается. Одна минута остается. Поблагодарите друг друга аплодисментами, пожалуйста. Вы знаете, я как тренер могу вам сказать, что после таких упражнений очень сильно меняется энергия в зале. Если до этого чувствуется какое-то такое, как чуть-чуть скованность, или может быть там какой-то холод, то всегда после упражнений, когда люди рассказывают о своих успехах, о каких-то хороших вещах, становится очень классно и комфортно. Спасибо, что поделились. Класс. Значит, а что если вы попробовали, у вас не получилось? Ну, очень часто такое бывает. Попробовал, у тебя не получилось. Ну, бывает же, у всех было, наверное, когда-то. Вот Эдисон есть, да, и до сих пор происходит. Спасибо. Ну, реально, у меня тоже, если честно. Что, если вы попробовали, не получилось? Эдисон на картинке. Его спросили, скажите. Вот 10 тысяч раз у вас не получилось. Откуда у вас хватило энергии каждый раз делать снова и снова? Говорит, каждый раз, когда у меня не получалось, я говорю, класс, это еще один пункт того, как это не сработало. Значит, я еще ближе. Понимаете? То есть есть разный фокус. Опять мы говорим про фокус внимания. Про фокус внимания. На что мы обращаем внимание? На то, как все плохо? Или на том, что мы все ближе и ближе и ближе к тому, как у нас это получится? Мы сейчас будем продолжать работать в парах. И для меня важно, чтобы снова нашли желательно незнакомого для вас человека. И мы сделаем следующее упражнение. Только давайте я перед тем, как... Вернее, когда начну уже давать инструкцию к этому упражнению, сядьте в пары, чтобы вам было уже удобно работать. Давайте. Садитесь в пары. Как вы будете работать? А можно три уработать? Не получится. Три в этом упражнении. Можно я писать как-то вместе или так нормально? Вот так нормально, чтобы просто друг напротив друга были ваши. Итак, смотрите, у нас каждый раз, когда мы работаем в паре, есть партнер А и есть партнер Б. Партнер А в паре это тот, кто всегда очень активный. Он первый начинает всегда. Он такой классный. У него все получается. Вот есть у нас сейчас пары, и в каждой паре партнер А подними руку. Вот просто тот, кто будет первый начинать. Партнер А. Активный, классный, тот, который супер. Партнер А, укажи на партнера Б рукой и скажи, ты начнешь. Нечего отсиживаться, ты начнешь. Значит, будет начинать партнер Б. У нас будет игра. У нас будет игра. Очень важно. Сейчас даю инструкцию, это очень важно. Важна инструкция, потому что вы не сможете поиграть. Значит, партнер А, возьмите руку и вот так вот протяните ее к партнеру Б. Покажите ему пять. Ну вот, вот так. Партнер А, партнер А, тот, кто активный, поднимал руку, дает руку партнеру Б. Партнер Б первый играть будет. Партнер А вытягивает руку. Значит, ваша задача, я сейчас буду засекать одну минуту, и ваша задача за эту минуту угадывать, какой палец загадал партнер А. Значит, партнер А вытянул руку и каждый раз загадывает какой-то палец. Не начинайте делать, это важно. Я, например, партнер А, вытягиваю руку и вот этот большой палец загадала. Партнер Б использует все свои навыки, стратегии, умения, экстрасенсорные возможности, все, что хочет, и пытается за минуту как можно больше раз угадать, какой палец загадывает партнер А. Например, еще один важный момент. Вы указываете на палец. То есть партнер Б указывает на палец, когда пытается угадать. В это время партнер... А, не знаю, что вы сидите в такой фигуре, но это классно. Значит, каждый раз, когда партнер Б указывает на палец и не угадывает, у него не получилось угадать, вы ему говорите «Опыт». Опыт. Каждый раз, когда он показывает на нужный палец, вы ему говорите «Успех». И загадываете новый палец. Понятно, да? То есть, например, я загадала большой и говорю опыт, 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 успех. Окей, и следующий палец. И ваша самая главная задача, как можно больше этих успехов получить за минуту. Все, если вы готовы и все ясненько, можно начинать. Время пошло. Время пошло. Время пошло. Внимание, и то же самое в другую сторону. То же самое в другую сторону. Поехали. Время пошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотреть в глаза. Интуиция. Никаких, чтобы было весело. Класс. Еще. Наугад. Класс. Теория вероятности. Глаза. Движение. Движение. Окей. Чем больше я сделаю, тем больше у меня получится. Давайте попробуем сделать вот что. Сейчас сделаем все то же самое. Только в этот раз вы не используете никакие стратегии. То есть все, что вам нужно делать, это подряд, как можно больше раз делать вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно, что делать? Не пытайтесь угадать, не используйте глаза, не используйте интуицию, не используйте теорию вероятности, не запускайте свои экстрасенсорные какие-то силы, которые мы очень часто запускаем. Просто делаем подряд, ни о чем не думаем. Да, наше любимое правило, о котором я часто говорю, не думай, делай, не думай, делай, не думай, делай. Не думаем, просто делаем. Механически делаем, показываем по очереди на каждый палец. Мне очень интересно, как на это задание отреагирует партнер, который будет загадывать пальцы. И мы в этом с вами обсудим тоже, как это в жизни работает. Не будем делать по минуте, будем делать по 30 секунд, потому что для меня просто очень важный момент, как вы просто, как вы себя почувствуете, когда вы просто будете делать. Давайте, поехали. Делаем так, как делали в первый раз, партнера вытягивает руку, и партнер просто подряд угадывает 30 секунд. И в другую сторону, 30 секунд, в другую сторону. И аплодисменты! И аплодисменты! Ура! Расскажите, как вам было в этот раз делать это упражнение? Сложнее кому-то, почему? Проще, так, а кому сложнее? О, класс, конечно, спасибо. Очень сложно не думать, хочется подумать. Ну, кому-то сложно, кому-то нет, класс. Что еще? Что происходит с человеком, который загадывает палец? Скучно. Скучно. Скучно, это очень классная штука, сейчас вам отвечу. Что происходит с тем, кто загадывает палец? Не успевает загадывать, спасибо. Очень часто не успевает загадывать. Представим себе на секунду, как если бы мы могли такое себе представить, что человек, да, партнер, который угадывает. Это тот, кто по жизни идет и быстро все делает, а тот, кто загадывает, это некая вселенная, которая загадывает там, где будет опыт, где будет успех. Знаете, людей, которые не просто делают, у них все круто, они как в потоке находятся, у них все получается, они делают, 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 делают. И в какой-то момент человек, дайте знать, у кого-то такое было, он загадывает, загадывает, он говорит, да ладно, успех, 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 бери все, все, успех. Я много видела таких, кто так делает? Оба так делали в конце. Уже все, все, бери, все, молодец, класс, молодец. Понимаете? Но есть же такая тема, что скучно. Очень многие говорят, как-то не это, ну, типа, не класс, хочется подумать, а хочется посидеть, мне нужны сложности. Мне нужно, чтобы... И тогда не спрашивайте, почему по жизни они вам встречаются. Вы же их ищите, вы же их сами создаем. Мне нужны сложности. Не хочу, чтобы все было просто. Это слишком просто. На, бери, у тебя, ну, уже класс. Нет, это слишком сложно для меня. Мне, у меня все должно быть, в смысле, сори, это слишком просто. Мы сами это к себе подтягиваем, это очень важно. Сколько у нас остается? 10 минут. Давайте немного ускоримся. Если представить себе успех, как 100%, то всего лишь 10% успеха зависит от наших знаний. Всего лишь 10% успеха — это знания. А мы к ним стремимся всю жизнь. Еще одна книга, еще один университет, еще одно образование. Есть люди, у кого больше трех высших образований здесь? Кто-то нам только. Есть по четыре обычно, но это нормально. Еще одно образование, еще одна книга, еще что-то узнать, еще один тренинг, еще куда-то сходить. 10% знания, 40% успеха — наши мысли и убеждения. Потому что мысли ведут к эмоциям, эмоции ведут к состоянию, и из этого состояния вы уже делаете или не делаете какие-то действия. Еще раз повторю, есть мысли, что-то подумали, они привели к определенным эмоциям. Они привели к определенному состоянию, и из этого состояния не хочется ничего делать. Поэтому 40% успеха — это наши мысли и убеждения. И 50% любого успеха — это окружение. 50% любого успеха — это окружение. Мы являемся средним арифметическим пяти людей, с которыми больше всего проводим времени. Мы все начинаем делать, как они. Ну, безусловно, если мы развиваемся. У меня когда-то была такая история, я говорю, что... Вот классный слайд. Можете пересчитать, не будем этим заниматься здесь, но можете пересчитать, что ваш доход равен среднему арифметическому доходу в тех пяти человек, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Можете пересчитать дома, это так и есть. Туда входят маленькие дети. Отлично. Что делать? Ждать перестать дружить с теми, кто мало зарабатывает. И что мне теперь сделать? У меня мои одноклассники, мы всю жизнь с ними вместе. Ну так что, эти люди без меня не смогут. Типа, какой кошмар, что мне делать? Все зависит от ваших целей. Я ни в коем случае не призываю вас быть меркантильными и думать, ты много зарабатываешь класс, а ты мало зарабатываешь. Просто продумайте так, чтобы люди... Ну, представьте себе на секунду жизни, как если бы вы жили, и все люди вокруг, с которыми вы общались, вдохновляли бы вас. После встречи с этими людьми хочется жить, хочется творить. Они много достигают, они много всего делают. После них вам весело. У вас, не знаю, расправляются крылья. Вы смеетесь, улыбаетесь. Они вам дают какие-то контакты, связи. Я очень часто говорю, что есть такие исследования, когда брали обычного студента и помещали в окружение миллионеров. Он становился миллионером приблизительно через полгода. И очень часто на тренингах кто-то любит мне сказать, конечно, они ему денег одолжили. Я говорю, конечно, конечно, они ему одолжили денег. А вы как думали, они у них есть. У одногруппников этого парня нет миллионов, а у них есть, и они ему одолжили. Он их вовлек. Мало того, они познакомились, и там ему нужно 10 лет, для того, чтобы там дойти до какого-то человека, это решается одним звонком. Он звонит и говорит, тебе Петя сейчас перезвонит. Понимаете? И Петя звонит, и ему открыты все двери. Конечно, потому что это наше окружение, и оно вот так на нас влияет. Именно так и есть, да, они одолжили ему денег, скорее всего. У нас остается очень мало времени, поэтому очень быстро рассказываю о маленьких, но очень действенных секретах для достижения больших результатов. Психологические всякие моменты и уловки, которые вам помогут или начать дело, или продолжать, или круто его завершить. Итак, поступайте как анонимные алкоголики. Кто-то ко мне подошел в своем начале и говорит, здравствуйте, я алкоголик, да, было такое классно. Это правило из 12-шаговой системы анонимных алкоголиков. Мы, конечно, слава богу, никто здесь с ней не сталкивался, но мы часто видели с вами фильмы, да, когда они выходят, там, здравствуйте, меня зовут Михаил, и я алкоголик. Значит, что это за правило? Правило следующее, следующее содержание. Очень часто, когда мы хотим избавиться от какой-то привычки, бросить пить, или бросить курить, или там, начать бегать по утрам, или что-либо делать, когда мы хотим это сделать, ну, думаю, о боже, это на всю жизнь? А как я смогу больше никогда не курить, там, кальян? А как я смогу никогда ничего, там, не пить больше? Это невозможно. И тогда вы своему мозгу говорите, нет, не надо на всю жизнь, надо только до конца сегодняшнего дня. Только сегодня. Только сегодня ты этого не делаешь. Один день не куришь. Один. Завтра с утра начинаешь курить. Вообще, вот, ну, сто процентов. Вы не поверите, но мозг в это верит. Он говорит, окей, до конца дня я смогу. Если на всю жизнь нет, то до конца дня у меня получится. А что на следующий день утром? Снова этот день, когда вы говорите, класс, вот только сегодня до конца дня. Если сейчас вы меня слушаете и думаете, ну, я в жизни в это не поверю, то поверьте, это очень круто работает. Как анонимные алкоголики. И ежедневно, и без пропусков. Энергия активации. Для того, чтобы сделать какую-то вещь, которую мы привыкли делать, имеется в виду для того, чтобы сделать то, что для нас уже вошло в привычку, нам требуется три секунды. Нам не составит никакого труда пойти и бегать, как я сегодня спустилась и бегала утром. Если вы привыкли это делать, если вы любите это делать, но если вам нужно начать новую привычку, вам требуется очень много энергии активации для того, чтобы это совершить. Это я так сложными словами сказала. Сейчас попробую объяснить по-русски очень просто. Очень доступно, скажем так. Значит, когда вы хотите избавиться от какой-то вредной привычки, вам необходимо сделать все, чтобы для того, чтобы начать делать эту привычку, вам нужно было потратить много энергии. Давайте, например, возьмем пример с Фейсбуком. Для того, чтобы войти в Фейсбук, большинству из нас нужно нажать на одну кнопку на телефоне. Нажали и вошли, и мы сразу там. Ну, как минимум, самый простой и легкий пример. Возьмите, удалите эту программу, и каждый раз, когда хотите зайти в Фейсбук, заходите через браузер, и автологин выключите. И каждый раз вам нужно будет вводить пароль. Очень многие люди на этом этапе говорят, о, нет, спасибо, мне это не нравится. Ну, я не могу этого делать. Если вы хотите какую-то привычку привести себе, то есть привить ее себе и делать ее каждый день, уменьшите энергию активации. Например, хотите пить витамины, выставите их на стол перед собой, чтобы вы их видели. Я очень часто говорю, хотите начать бегать, наденьте спортивную форму, наденьте кроссовки, ложитесь в кровать и спите в этом ночью. О, люди смеются, показывают пальцами, очень многие потом присылают фотографии, говорят, что вы делаете. И люди бегут. Уменьшите энергию активации. И увеличьте. Хотите бросить курить? Решите для себя, что каждый раз вы будете курить только тогда, когда вы будете пешком спускаться вниз, звонить маме, делать 15 отжиманий, потом курить, и потом пешком подниматься наверх. Вы знаете, очень многие люди, у вас же тоже в Москве нельзя курить в общественных заведениях, или можно? Большой процент людей бросил курить. Энергия активации. Надо одеваться, надо выходить из заведения, курить, потом возвращаться. Очень многие сказали, не, 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 не подходит. Соответственно, уменьшаем энергию активации для привычек, которые хотим привить, и увеличиваем для тех, от которых хотим избавиться. Эффект нарушения воздержания. Есть такая штука в психологии. Ура, наконец-то, нам повезло. Мы можем сорваться. Это нормально. Что происходит с нами после того, как мы срываемся? Ну, вот там, например, не ел, не ел ничего тут раз, и чего-то объелся. Что происходит с нами? Все, это конец всего, правда? Ну, типа, все, мы на этом все бросаем. Или там, не курила, не курила, не курила, закурила, и все, и теперь я снова курю. Мы можем сорваться. Это называется в психологии эффект нарушения воздержания. Да, так произошло. Да, вы долго держались. Да, вы сорвались. Продолжайте то, что делали до этого. Это окей. Я просто получаю очень-очень много обратной связи после того, как веду эти тренинги. И люди пишут, что это работает. О, господи, да, это произошло со мной один раз, но все нормально, я снова продолжаю. Поэтому просто помните, у вас есть шанс на этот срыв. Он есть. Не знаю, что нужно использовать теперь каждый день, но он есть. Просто об этом помните. Очень круто работает система напоминаний. Заводите будильник. Если хотите начать мыслить позитивно, заводите будильник, вешайте стикеры, напоминайте себе, что вы это делаете. Просите друзей вас дергать, просите кому-то вас звонить, делайте заставку на телефон, делайте заставку на компьютер. Вы просто делайте что-то для того, чтобы себе постоянно напоминать. Система напоминаний работает просто уникальным образом. Это, наверное, еще давным-давно, из давних, по-украински я хотела сказать, это очень давно идет у нас, мне кажется, еще от наших предков. Мы очень сильно любим, знаете, что, всякие, сейчас скажу, не традиции, сейчас я вспомню, как это называется. Короче, мы очень сильно любим, когда, например, мы хотим бросить курить, возьмите, закопайте сигареты. Закопайте, сожгите какие-то вещи, ритуалы, спасибо. Мы очень любим ритуалы. Закопайте сигареты, сожгите какие-то вещи или купите, наоборот, какие-то там маленькие джинсы, которые будут вас стимулировать. Мы очень любим ритуалы. Выйдите, крикните что-то на улицу или объявите там на, не знаю, на Facebook или на всю свою семью, подпишите договор между собой, между мной и собой, там, поспорьте с кем-то. Мы это обожаем, это работает, это работает. То есть так просто начали, ну начали, ну закончили, никто не в курсе. Но когда был какой-то ритуал, тогда у нас это работает, это тоже классная уловка. Последний момент, который я хочу вам сказать, что есть один, единственный момент в жизни, когда мы принимаем какое-то решение и что-то меняем. И этот момент сейчас. И снова сейчас. Завтра нет. Ну по крайней мере для тех, скорее всего, кто сидит в этом зале и пришел на этот семинар послушать, не работает. Ну не работает завтра, не работает понедельник. И каждый раз, когда вы хотите что-то начать делать или перестать что-то делать, или каждый раз, когда вы хотите сорваться, или у вас там возникает какая-то мысль, просто поймите, что есть один момент, когда вы можете это изменить. Один, единственный. И это прямо сейчас. Завтра утром не получится, в понедельник не получится, вы уже пробовали. А вот сейчас может получиться. Спасибо большое. Много вам сил, вдохновения и радости. Спасибо. Только сегодня. А вопросы будут? А у нас есть время? Время есть. Пару минут. Давайте вопросы, если есть. Все понятно. Хотел все-таки уточнить, так счастье-то оно в чем? Знаете, счастье в деньгах, кто-то говорит, класс. Та теория, о которой говорю я, это теория счастья без причины. Когда для того, чтобы быть счастливым, ничего нам для этого не нужно. На самом деле не нужны какие-то внешние причины. Нужны на это только внутренние обстоятельства. Это, конечно же, стопроцентно ответственность за то, что происходит в нашей жизни. Избавление от позиций жертвы в первую очередь, когда мы перестаем жаловаться, обвинять, ныть. И понимаем, что все в жизни зависит от нас. Это не начальник нам мало платит, это мы так позволяем. Это не друзья так с нами разговаривают, это мы так позволяем. Понимаете? Момент номер два, это, конечно же, быть очень добросердечным, хорошим человеком. Дарить доброту, дарить любовь. Быть очень сильно благодарным. Момент номер три, следить за своим здоровьем, безусловно. Заниматься спортом, есть здоровую еду. Момент номер четыре, быть духовным человеком. Для каждого это что-то свое. Бог, медитация, природа, не знаю, все что угодно. Момент номер пять, конечно же, иметь цель. Иметь цель, знать свое предназначение, делать любимое дело. И мы недавно делали встречу с человеком, который занимается продлением жизни. И он говорит, что Алла, я сейчас положу копеечку в твою копилку. На самом деле, самые люди, которые живут дольше всего, это люди, которые занимаются любимым делом. Потому что, ну правда, это есть известная фраза, что ни одного дня в жизни не придется работать. И это чистая правда. Если ты занимаешься любимым делом. Ну и, конечно, последний момент – это окружение. Это то, что делает нас счастливым, несмотря ни на что. Окружайте себя успешными людьми, хорошими, добрыми, счастливыми. И будет классно. Наверное, последний вопрос. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. И это не вопрос, я просто хочу сказать вам спасибо. Мне вот это уже сейчас помогло. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.